Другая И что с ним делать? Это не с этим, с вот этим Этот Место На улице холодно Давно, но это холодно Где-то с октября Это сянешь ты Ну это заметочки Да, я ж буду сейчас терять у вас Можешь прямо монтировать? Можем Это вообще классно Когда Влада не будет, я буду темки брать повеселее Понимаешь? Это в прошлый раз дети В этот раз Друзья Да, это развеселая психология И Алиса вернулась к нам в эфир Сегодня тема Такая же развеселая, как и вся психология в мире Рубрика Тема программы буллинг Что такое буллинг? Саша, что такое буллинг? Ты знаешь? В переводе с английского, да Это когда ты издеваешься над другим человеком Вот Все? Это была Алиса? В общем-то да Буллинг Предполагает под собой психологическое насилие Террор такой своеобразный психологический Который Выносить очень сложно и тяжело Очень жалко, что сегодня нет влаза Я бы у него Он в этом деле профессионал Спросила бы по поводу Ну, например, детского сада Издевались ли над ним в детском саду? У него же дети есть? Да, много Вот Смотри В общем-то Тема буллинга чаще всего Ну, не чаще всего В основном всплывает При разговоре о детях Да, то есть когда мы говорим О каких-то учебных заведениях Там Детских школах Садиках То, в принципе Эта тема не просто актуальна Она вот Ну, ее очень много По статистике 16-го года, по-моему По-моему, 16-го 50% детей 51 или 52 В школах, в садах Подвергались буллингу То есть это Ну, как бы половина вообще-то, да? И это Ну, я так предполагаю, да? Что как со всем, в общем-то Насилием Ну, далеко не полный показатель, да? Потому что Многие не пошли в садик А все равно их продолжают буллить Просто они все любят признаваться в том, что Над ними кто-то издевается И что они остаются там Обиженные Беззащитные И так далее Вот Почему это так происходит? Почему над детьми издеваются Тех 50? 48, может быть Или 49 То есть Один процент просто смотрит Ну, как почему? Смотри И Когда нужно самоутвердиться За чей-то счет Возникает вот такая вот Это наш конек Да? Еще с садика Возникает Ну, собственно, вот этот вот механизм Возникает, да? Когда Есть кто-то более слабый Кто подвергается насмешкам Причем Что самое интересное, да? Это не обязательно Какой-то внешний фактор То есть, да? Какие-то дети Которые выделяются внешне Очень часто Это просто что-то спонтанное Там, я не знаю Какие-то джинсы странные Там, да? У девочки Либо у мальчика Какой-то портфель Не такой, как нравится Кому-то, допустим В лидерстве класса Все Это очень быстро На самом-то деле запускается Спасибо Вот Не за что Ты такой любезный суток Вот Вот и мысль ушла Вместе с портфелем и джинсами А, спасибо Привет Вот То есть, как бы Часто, в принципе, принято считать Что буллинг Это из-за внешности Толстый, тонкий, высокий Низкий Ну, нет Мне нравится, что ты киваешь Знаешь, что Толстый, тонкий, высокий Но нет Я понимаю, что ты в теле тогда со мной Просто так тоже знакомиться Подходи Толстый, тонкий, высокий Но нет И все, я езжаю домой Хорошо, а почему у детей возникает эта потребность Издеваться над другими детьми? Есть же те, которые этого не делают Это какие-то в детстве обиженные дяди Ну, слушай Ну, дети есть сами по себе очень разные, да Во-первых Во-вторых, не будем забывать Что, в принципе, дети Сами по себе часто очень жестокие Они гораздо менее, ну, скажем так Толерантны, да Чем воспитанные взрослые Которые понимают Что вот это слово хорошо говорит А вот это уже Чересчур Вот, поэтому Очень многие говорят Что дети очень жестокие Сами по себе Поэтому Ну, никто же не отменял Поднятие собственного авторитета За счет опускания авторитета Кого-то другого Ну Да? Да Ты сразу попутил какие-то ситуации Вспомнил Да Ты там разделял и властвовал Дети Почему жестокие? Может их нельзя привлечь? Как уголовная ответственность Безнаказанные ходят с ножами Какое суровое Грабят убивают Очень тяжело Я в садике-то не был Не был? Тебя с ножом не пустили? Нет, я пришел Они уже с ножами были Я ушел Сказали еще один перевод Мы там были на ножах Понятно В общем Ну, механизм по сути тот же Который возникает у взрослых людей Тебе нужно заказать свой авторитет Либо тебе там условно скучно И ты выбираешь себе какую-то Ну, тебе это скучно не бывает, конечно И человек выбирает себе Какой-то там объект для насмешек То есть еще раз Он часто очень спонтанный Не зависящий там от Какого-то материального положения Внешности Или там успеха в учебе В принципе Ну, вот это то, что по статистике Да, 50% подвергается буллингу Я бы предположила, что в общем-то Обычно все 100% в нем участвуют Потому что Кроме тех детей, над которыми издеваются Они тоже участники процесса, само собой Есть те, которые издеваются, само собой И есть еще та часть, которая просто смотрит Зрители Да И которая старается максимально Ну, так Типа не участвовать И говорят, не там, не там Но при этом жут Вот Вот Света в теме То есть, они пассивно все равно принимают участие Это как Как Света Ну, как Света, понятно Как Скажи мне, соучастники преступления Есть зачинщик, который говорит Ребята, нужно грабануть банки Есть план Есть те, которые подписываются Под этой И тот, который говорит Я посмотрю, но с вами считать буду И есть тот, который, да Условно стоит на стреме Либо просто проходит мимо, да В этот момент Видит, что что-то происходит И Ммм, голубое небо Там, вот У меня не куплено там Чего-нибудь там еще То есть, они, по сути, тоже являются свидетелем Но никак не способствуют тому, чтобы это прервать Поэтому, если смотреть с этой точки зрения То, ну, наверное, участники буллинга Гораздо в большем количестве, чем, в принципе, можно Пофантазировать Вот Кроме детского буллинга Есть целый буллинг Есть целый буллинг Молодец Записывайте сайт Там есть пару роликов Очень ярким для меня примером Была как раз Уже вышедшая из первых полос новостей На прошлой неделе Победитель Евровидения Для тех, кто не смотрел Для тех, кто в танке Те, кто фанаты Мэлвин И сяк Те, кто слушает Киркорова Позови меня Позови меня Как бы закончишь Позови меня с собой Давай В принципе, мнения условно разделились еще до того, как она стала победителем Да Когда вышел ее клип Очень четенько поделились мнения на тех, кто говорил Это круто, это прикольно Либо, как минимум Ну, это не мое, но это интересно И те, кто особо не говорил ничего о музыке Да, о песне, о клипе и так далее Не мы Нет Нет Но те, кто говорил, что в принципе С такой фигурой, с таким лицом Вообще, с такой мерзкой подачей Нечего даже Ну, не то, что участвовать Евровидении А даже как бы на людей выходить В общем-то стоит И это было для меня немного парадоксально Потому что мне казалось, что в 2018 году Да Когда есть куча каких-то, я не знаю, лекций по психологии Куча выступлений Вообще Куча людей страшнее Всякая куча Когда есть жигурда Вот, смотри За что ты Когда есть очень много возможностей Причерпнуть информацию Условно понять, что хорошо, что плохо Такое вообще возможно Для меня это было очень удивительно Что меня удивило еще больше Это вот буквально на следующий день Как это у нас было Евровидение Короче, на следующий день после ее победы Есть одна Много дату, это важно Ну, потом посмотришь, подскажешь Есть одна киевская компания, которая занимается детоксоками Они сделали невероятный, по моему мнению, ход Значит, они взяли фотографию, собственно, этой С какой-то этой штукой, которая выигрышная Ну, типа кубок или... Кубок Кубок То есть, вот это, по сути Ну, наверное, самый яркий какой-то пример буллинга, который я видела за последнее время в общественности Да? То есть, позволить себе Ну, как бы, унизить, по сути, ну, не в прямом эфире, да, а на очень-очень широкую публику другого человека Не будем называть, что публичного, да? Это катастрофа И когда люди стали намекать, что это, как бы, немножечко некрасиво, да? А чуть-чуть смешно? Это может быть смешно, как угодно, где-нибудь там, ну, как бы, когда ты на кухне, да? Когда ты общественная компания, у тебя, там, куча подписчиков, да? И ты, вроде бы, как бы, используешь Ответственность Философию, там, да? Какого-то здорового образа жизни, как бы, да? То, ну, ты не совсем... Хотели хайпануть? Это понятно Но если ты видишь, что хайп не совсем задался, да? Что нужно сделать? Сливать соки Надо посыпать голову пеклом и сказать, тупанули Они начали вступать в конфронтацию и говорить, что, вообще-то, здоровый человек должен быть тощим Я их понимаю Ну, ты-то, понятно Было бы странно, если бы ты как раз и не понимал Я об этом их поддерживаю А картинка, нет, и не смешно И мы забываем, что помимо переедания, а мы говорили про расстройство пищевого поведения И кое-кто очень активно рожал с этой темой Мы не будем показывать пальцев Тем более его нет с нами На человека в белой футболке Вот За дверью тогда Проблемы переедания, вообще, проблемы лишнего веса очень разные Это вот каких-то гормональных сбоев, которых, в принципе, невозможно вылечить просто соками Серьезно Либо физическими упражнениями, да? До психологических проблем То есть, там очень широкий спектр, почему люди не могут справиться с лишним весом И говорить, что, ммм, чувак, как бы, ну, ты должен быть вот таким Ну, не в 2018 году Вот, и они очень долго спорили там по поводу того, что вообще-то у них позиция здоровая, нормальная, мы вообще хотим ей помочь Не убирали публикацию Счастье случилось, когда их забанили Вот произошло счастье Все страницы на фейсбуке Забанили пост Страница, по-моему, выжила Страница выжила, но посты эти пропали Вот Пол семи, пол семи года сбунтовалось Слушай, ну там действительно поднялся жесткий, такой очень громкий крик, потому что, ну, короче, там тегили ее страницу много тысяч раз, потому что, ну, с этим что там с собой Поэтому, проблема буллинга не только детская И взрослая Просто мы ее часто не замечаем Дети все-таки, ну, простите, не простим, Влад, тебя нет Дети все-таки гораздо более чувствительные, да И они переносят это, ну, наверное, все-таки сложнее, чем у большинства взрослых И они более беззащитные Хотя, с другой стороны, в чем еще проблема буллинга, да Далеко не каждый родитель считает нужным, но это как-то влиять Это важно Вот если бы был, Влад, если бы ты был, мы бы с тобой это обсудили Влад, если бы ты был, ты бы был Но так мучаешь себя грузинами совести Сейчас так мучаешь себя, я представляю Я чувствую прямо Сам все места не находит Чувствую Ну, простите, мы нашли место Все, хорошо Смотри Когда ребенок приходит домой и жалуется, говорит, там, мама, папа, меня, там, не знаю, условно, дети, но чаще учитель, да, как-то обидел Что делают родители? Абсолютное большинство списывают это как на фантазии, на то, что он заслужил это и так далее Или разбирайся сам Света говорит, либо разбирайся сам, вас тут просто не слышно Смотри, смотри, делает широкий жест, либо разбирайся сам Хотела же подплитка А у нее просто у Светы много детей Либо подплитка, либо разбирайся сам, как уже взрослая и взрослая и тому подобное Вот Тебе 4 года, разберись сам Мальчик, да, в 6 лет очень сильно угрызла Да, ему угрызла Либо ты что-то делаешь не так, не так, поэтому у тебя Вот Света шарит Света еще в садике пристал Света шарит До сих пор Вот Смотрите, и тогда что получается, собственно, что выходит, да? Тогда у ребенка нет какого-то барьера, за который он может зайти и спрятаться, да? Он тогда вынужден чаще всего разбираться с этим тет-тет-тет А это очень страшно на самом-то деле, да? И по сути то, что он делает, не несет чаще всего нужного результата, да? Так а как разбираться с ребенком, если самому? В ответ тоже булить или бить? Смотри, я думаю, я думаю, что если есть какая-то компания, которая поставила за цель тебя благополучно уничтожить, то самому с ней справляться очень тяжко Ты можешь либо Достать цепь велосипедную с веленища кирзового сапога И ударить по этим смеющимся мордам Можно Ты попробуй расскажешь Меня в садик уже не берут, я пытался Ну в школу В школу? Сказали, слава богу, ты ушел В одиннадцатый возьмут тебя Нет? Плохие оценки Пойдешь за директора Смотри, можно в пункт первый подключать вот эту вот часть безмолвную, да, которая просто смотрит Я, наверное, не первый там где-нибудь потом Можно объединяться с... С шиклазниками О, спорт О, спорт и жизнь Это буллинг пришел Можно объединяться с теми, кому тоже достается Хорошо, если у человека в детстве все время над ним издевались Он же потом может вырасти, у него будут проблемы психологические, комплексы какие-то У всех могут быть психологические проблемы И на теме, на теме Хорошо, а что делать тогда родителям? Вести ребенка к психологу или самим его? Когда? Вот они им издеваются в школе, он начинает там... Прежде всего разобраться в ситуации и пойти обязательно, ну, выяснять там на месте То есть, если это какая-то проблема учителя, да, а учителя очень часто, к сожалению, могут себе позволить сказать какую-то фразу Типа, ты ведешь себя, там, как девчонка, смеешься, как дебил, ну, то есть... Бьешь, как баба Да Ну, то есть, это то, что я слышала, да, как бы, когда учитель говорит ребенку, ты ведешь себя, как дебил, не должно такое быть Значит, мама должна брать свою сумочку, там, подмышку, идти в школу и разговаривать с учителями А если родители травят? Вот элементарно в этом батике розы... Не надо спойлеров, я не смотрела еще Не надо спойлеров Ну, в общем, понятно Допустим, у Светы в жизни был случай Когда родители... Смотри И у него психологические травмы с самого детства, потом он ударяет наркотики и прочее И как такое выйти? Смотри в третьей серии Да ее нет еще Ну, так будет Смотри, во-первых, дети бывают очень разные, да, и все реагируют на любые события по-разному В том числе есть дети, которые, там, образно говоря, идут по наклону, там, да, а есть те, которые, ну, не благодаря этому, но в том числе с таким воспитанием Способны достичь чего-то большего, чем попасть в другую компанию, да У нас нет такого очень какого-то классного, мощного института социальной защиты детей Допустим, как в Штатах, да, но у нас есть, ну, у нас все равно что-то где-то кусочком работает Есть возможность в любом случае, я надеюсь, что в большинстве школ нормальные, адекватные психологи, которые могут чего-то с этим помочь сделать Я также надеюсь, что большинство учителей, особенно начальных классов, да, достаточно вменяемых, чтобы понять, что здесь что-то не то, и помочь ребенку То есть у нас вот эта вот какая-то проблема урегулирования защиты детей не очень хорошо работает Но мы очень сильно надеемся, смотри, видишь, у Сашки был перекурен, говорит, Света, слава Богу, что тебе вопрос задаваешь Не, я просто думаю, куда ты все это говоришь Света Ну да Я вам не мешаю продолжать ничего Вот, поэтому ребенку по возможности, ну, смотри, ребенку очень сложно, когда его обижает родитель, воспринимать это как что-то неправильное Потому что в большинстве своем он будет думать, что он действительно это заслужил Ну, вот он такой рагульский, что папа его называет дебилом Рагульский это... что означает? Ну, я просто для тех, кто спас кота сейчас отключился Плохой Плохой Вот Поэтому это большая как бы тема коммуникации ребенка с родителями Может быть, когда-нибудь мы дорастаем до того, что таких вопросов в принципе не будет И дети будут четко знать, что... Чертенько Чертенько Что они не рады Что если их обижает родитель, то это не железобетонная правда Это фуфил То с этим что-то можно делать И они будут знать, куда идти Потому что, ну, это уже такая какая-то тема прав человека В общем-то, которую никто не отменял Так Итог Го Как с этим жить? Жить... Не сильно то жить С этим видишь? Я рифмую Да Самое важное с детьми об этом говорить Объяснять им, что условно вот это хорошо, вот это плохо И было бы вообще прям очень сильно здорово, если ребенок знал, что он может с этой проблемой прийти к родителям Что он не скажет, ну, ты реально сам виноват и сам разбирайся А что это вообще-то функция родителя, а ребенка защищает Угу Поэтому, дорогие родители, не бросайте, пожалуйста, детей на прогуляющих Защищайте их Так Да? Так Да, давай Родители Скоро дышат Еле-еле Друзья, если у вас ребенок Рагуль, защищайте его Вот такой итог беседы Не такой был итог, но, в общем-то, можно и так Смысл тот же Это была разы всего «Психология с Алисой» С Алисой услышимся в следующий вторник Пока, Алиса Пока